Девочка-пай 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 День добрый, мои кочаны жучки. Знову лежу, я ничего не делаю. А так поважно, то только у меня усиделась. Мелась весь день, потому что, как вы видите, я уже вернулась до своей работы. Возьмите, что-то, что-то так на хурасе не надо сделать все-таки, поэтому я поволи вернулась, но я немного сделала. И на реште, слушайте, зашвечило у нас солнце. То есть ствердила, что, ну, беремо себя до работы. Я думала, чтобы нагреть вам все-таки, как попредно делала, значит, так, как делала раньше, то есть работа, нагреть, говори, бла-бла-бла, но я боюсь, что спадет десч, поэтому ствердила, что понагреть вам это не то, а потом вам доповем, что делала. Во-за тем, приехала тоже моя мама, которая мне помогла, поэтому ствердили, что надо использовать этот час, как только да. Так, поэтому в пребитеках смотрите, как это выглядит. Но я покажу вам, что я делаю в дни вчерашнего дня. То есть в дни... ...другого фресня. Боже, уже есть фресень. Первая вещь, которую я сделала, то... Огарнула пруд. На решетке вырвала все эти диадоски полные скрепы, которых просто миллиардов. Боже, Боже, Боженко, нечь мне этот скрепь уже там не росять. Мам надея, что мой барвинок, который там всадила в прошлом году, что-то, что-то еще разрушает и что-то уже перестанет там вылазить. Приехала позже моя мама. Помогла мне тоже с этим шадом, поэтому пруд огарненный. И в конце вошла мне до оградка варзывного. Вошли. Моя мама помогла мне выхаратать целую лонку квитную, потому что лонка квитная, которую высяла в этом году, поновне, значит, досяла, что-то еще разрушила, потому что я получила мешанку насиот в презенте. И вообще не проверяю до конца, что это за мешанка. И оказалось, что это очень много растений, которые практически не квитнут. То-что квитнут, но не так хорошо, как мне эта лонка квитная квитла в прошлом году. Поэтому постановила ее выхаратать и посеять на ново то, что было в прошлом году, потому что в этом году не выполнила она практически своего задания. Были там квитные квитные квитные, но было их много меньше и очень быстро и потом было только слишком много зельска. И вообще это так. Много непотребных квастов, которые в общем не должны там росли. В каждом разе лонки квитной уже нет. То-что на разе все осталось выкинуто и сейчас просто нужно это все повырыть и вообще не знаю, что это застигнуть, или высять сразу. Но может быть, я не знаю, что сделаю. Еще не знаю, с лонкой квитной еще остануешься. Может быть, что высеем сразу в этом году, потому что могу. Некоторые насиона даже лучше, чем высевать на есень. Но главный пункт сегодняшнего программа это трюскавки. Как вы видите, в этом году наши трюскавки я съедала сарна. Были очень хорошие, потому что попробовали. Может, две две съедлили. В каждом разе у меня очень важный план и наш огражденный будет выглядеть еще лучше чем в этом году. То есть он в этом году будет выглядеть еще лучше. Я так подозреваю, потому что я немного неизравновательная, если о это дело. Я люблю поменять вещи. И это я думаю по моей маме, потому что моя мама тоже так всегда делала, что например, она делала премебрование со полтора в доме. И я немного так как она. Украду кубок моему мэшу и напишу каву. И если кто-то пить каву со мной, то, мои дороги, на здоровье, смачной кавуси и прекрасного дня вам желаю. О, какая добра. Что я сделала? Потому что я уже сделала, поэтому я вам покажу, а вы себе посмотрите. То есть, вычислила себе какое-то место, в котором в этом году właściwie невероятно росло, потому что там был только грошек цукровый, который тоже стал съеден через сарны, поэтому ничего не росло. Ствердила, что это место, в котором сейчас есть трюскавки, для этих трюскавок они очень красивые и так далее. Но узнала, что это будет гораздо лучше для роста таких как дыни, цукиньи, мелоны. И постановила, что насыкала себе в том месте, где были трюскавки, насыкала себе место под такие дыниоватые рослины. Однако, как я буду это всескала, это будет в особном фильме. И, генерално, трюскавки были просто посадены в то место, где были дынии и те грошки. Преплажа, цукиньи и те грошки. Пахнули... Цукиньи, которые росли и грошки. Цукровые. Однако, в моменте, когда... осунила себе эту щиулку, стягнула себе всю эту сломку, которая там росла, вырвала те хвасты, которые там появились и оказывало się, что земля под эту щиулку это просто какой-то драмат. Я знаю, что падало достаточно много, но в других местах она так не выглядит, потому что в других местах та земля там в уголе не втянула этой воды. Не знаю, но стоят там кауржи, так мокра это земля, что я в ней затапила, шлизгала по ней. Масакра. И там земля в прошлом году тоже так было, но в прошлом году было так всегда, но в этом году, где уже росли какие-то, эта земля есть гораздо лучше. Но там вообще не было ничего. И просто эта земля очень мокра. И как вытянулась по этих грошках кукуровых, то просто как бы из такого блота вытянулась. Ах, ну и позвала уже одного крышечка цукиньи, потому что там уже не росли овоцы. Один такой надгнитель, не было уже кукуровых. так, что это не будет. Другой крышечка оставила как был. И как будет пора на него, то просто его позвольте. И еще только так этого компостника, которого использовала под цукинией. Была из него задоволена, но сейчас ствердюлю, что они могут быть без сенсов. Трохе тоже так захлеснула, какими-то фильмами на ютубе, которые сугерували, что они могут быть споко, но ствердюлю, что я не могу подумать над чем-то другим, потому что эти цукинии, как уже уросли, то они си ламили, они си так выгинают немного в этих компостовниках и не выглядит это уже позднее, а не не выглядит файне, а не вообще не служит этим рощинам. Треба то чаще подливать, потому что чаще это засушит, поэтому узнала, что не, поэтому позбила я этого компостовника, но так как говорила, покажу вам потом, как буду садить себе цукиния в прошлом году. Поминала себе, что сделаю такую вещь, которую я делаю в пермакультуре и немного тоже хочу сделать это потом под цукинии, дыни и так далее, но это будет немного лучше выглядеть. Но здесь ствердюлю, что скоро та зима такая паскудная, то я ее как-то подниму, чтобы эта вода была где уходить, потому что она просто такая сбита, глиниста. В связи с тем, что не могу даже столько компостов, то значит, что мне компостов достаточно много, но шкода мне его немного на трускавки, поэтому узнала, что сделаю немного и постановила, что мы возьмем из компостовика, которым еще не до конца есть все компостованы, только это ручное на весну, летом, такое еще еще свежее это все, но уже немного начало компостоваться, поэтому возьмем немного этого, ручу на эту землю, там тоже есть достаточно много сломы, поэтому она тоже будет пропустила эту wilготь, ручу это на плаке, где буду имела трускавки и так тоже сделала порозрюкала все так dokładно старалась это и подумала, что в следующей ручу на это просто землю, потому что не могу компост, но шкода мне его, потому что вела бы разложить на грядки, на которых будут росли пары. Я постановила, что я такую кубку земли, которая где-то там и взберала, как я делала в ограде и просто где-то там выкопила какие-то зиуры, то то сейси от рацифа это очень межно изменно , с межно с рамой помосто и они хорошо компостировали и измели просто там думаю, что джжовни это это что надо и не только джжовни это то самая сделала такая с спра и супр я взяла эту землю и где-то для заслониться то в лизе поэтому я взяла эту землю, никогда не научу себя поправить эту землю, всю эту землю, я просто ее рассыпала на гуру. В связи с тем, что трускавки с достаточно жаруочными, я подумала, что рвется на верх оборник гранулованный, потому что у меня тут какая-то resztка, поэтому ствердила, что оборник гранулованный как-найбарди под трускавки есть хорошая опция. И потом начинала забирать за щелкование. Достали мы от нашей, такой моей, хрестной, нашего dziecka, а не моей. Касейко, поздравим. Разложила такие картки papierу, которые она нам дала. Это такой шарый папир и они супер, поэтому, Каса, как там мас, то, верь, заћ. Розкладываю себе эти картки. Это такие досыть душе аркусы. Замист картону, потому что ствердила, что тут, в этом месте, было мало хващиоров. И я надеюсь, что они не будут так росли, как в прошлом году, между трускавками, бо не буду использовать сломы, только буду использовать сиану до щелкования, но это за хвиле. То есть, что я на него разложила, что я на него просто вставила сианку. Не хочу больше видеть сломы, просто сломы, я буду использовать для того, чтобы ее компостировать. Но, если у нас есть проблемы, чтобы сиану достоять, то, если не буду иметь выжить сломы, то, конечно, я буду брать сломы. Но сиану до щелкования есть ревелационные, просто, ничего не вырастает. Не есть проблем с теми клошами, которые начинают киукувать, так как в пшенице. Это так, как в сиану сиану для щелкования. Поведим. Сиану, Мистерство света. Такое. Трускавки выглядят сейчас очень страшно. Драматичные, бюдя. Все должны были разрушены. Не те, которые притрваны, просто буду выкопывала. Но я не буду этого еще сейчас. Потому что те wszystkie непrzekompostowane rzeczy, które są в этой chwili под tą ziemią i под tą ściółką. Вiem, że one теоретически забирают azot в момент, когда się там компостуют и так далее, але я не знаю, что так есть, действительно. Я знаю, что это слова знаных оградников, уже мне не хочется их вымечать. Но, вы знаете, я сделала свои гробки възнесенные, до которых вручиłam так, trochę bardziej permakulturово зробки држевные оразе скосзону траве на то даłam земи. Невелком вручном компосту, бо в прошлом году я его мало, очень мало, в одной практически этого компосту не было, но этот компост тоже не был до конца прокомпостованы, więc теоретически там все еще должно źle функционовать, но в этих гробках naprawdę уросли мне файны фаршива, бо mamy piękный жармуж, mamy piękные селеры, co правда вручная, поцелу этих вручных вручных тоже стало зъедено через сарнэ, но это не важно, потому что они росли, так? То есть, не знаю, что это действительно так работает. Писали мне люди в комментариях, что, а, споко, давай, срубки, то в целе не так, что они не знаю, ограничают злострощин. И помню вам, что немного так действительно есть, в смысле действительно есть так, что они могут быть даже, как они не могут быть вручные. Примерно так мне кажется. Такое я сделаю, что сделаю вот такие внушения под мои троскавы. Natomiast троскавки можно присадить до момента, когда не приходят при мрозке, потому что я не знаю, чтобы не было. Так, что я думаю, что я покажу, что месяц, так до początku пащерника, может, посмотрим, какая будет погода. И те троскавы пресады только за месяц, может полтора, в зависимости от того, как будет погода. Потому что не хочу сейчас в том посадить, не хочу немного там попраковать. Не хочу начать наши piękные робачки или джеджовнички уже там прежать это все, а потом выдалать. Так сделаю. Но в этой троскаве я их не не буду плевать. Не не смысла. Я просто мне и так всю эту щиуку стягнуть. И в этом месте, где есть троскавки, посадить в этом месте сухиньи, диньи, мелоны. И сейчас не знаю, думала тоже о огурках, но не знаю, не знаю, а огурки можно посадить обоих таких рощин. Только слышала, что не до конца. Но как вы знаете, что-то на этот темат, то мне подповедите в комментариях. И так выглядит наш последний день. Я думаю, что был даже неизвестный пракет. По-затым следующий план который зараз выполням. И вы уже это увидите. Может быть есть такая шанса. Если не, то не увидите. Хотелам досить шпинак, роткевку на ново. Не в не жарт, но я не потратил управлять роткевки. Съехали несколько в этом году, а решта пошла в просто в диаблы. Не в корень в каждом разе. Не не в что с роткевками не так, но я не уме роткевки. Ну и только. Лец забирать себя за высевание как не сдам. Я еще выпить каву. Съем приоритеты в жизни. Боже, как красиво здесь. Так тепло. Так горько. Слушайте сейчас. Так горько. Съемки. 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 А в погуле, мои дроцы, мяло быть влогасе нашей подруги чудовной, потому что мы ехали до Бяловежи. Но в связи с тем, что рожд наш постановил забронить нам въезду до Бяловежи, конечно, не только нам, то нистъте не едем до Бяловежи, но едемы отвидеть Боры тухолские. Влог следующий, который увидит. Влогасе наш будет на тему, что можно звездить в Борах тухолских. Мам надеже, что будете задоволени с этого. И очень смутно, но от 3 лет пробуем выбрать ее до Бяловежи и не ест нам данное. Первый год Куба был за мау, второй год нистъте появилось какое-то джедовство COVID-19 или что-то там. И третий год пах, пах, тюдень перед нашим выjazдом, все заклепано, hotel, те справы, домик даже. Тюдень перед pan premier оголосил, что не, 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 не думайте о том, что поездите до Бяловежи, не ма такой опции. Еще можете почекать пару лет, с ним там дотрите. Доброе, что уже там былом пару раз, но, но, что ж, поздравим все жубры, которых не собачу. Доброе, джубаки, мои коханы, леце, не мау, джедовство, где вы можете, лайкуйте, subsкрыбуйте, заглядайте на Instagramа, Facebookа и где там еще хотите, где там вголе можете. Прzeraжа меня то, что люди, токи как я, закладывают ТикТока. Я не, я не хочу этого делать. Я не сделаю этого. На pewno не сейчас. Это не моя байка вголе. Я же, ТикТок, Боже, я уже такая стара, я не надужам, не надужам за моим джизейшим розвоем. Идем спать. Наразихо, рыбачки. Жартовала, идем делать. Грежь, давай, витаминку Д, ровь то, что можешь делать в моем организме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин